Здравствуйте, уважаемые телезрители! Не, ну не прям так, в буквальном смысле EDC под сумок, что я его прям с собой каждый день ношу, ну так иногда где-то куда-то надо поехать и неплохо бы было если бы что-нибудь с собой было, чтобы починить что-то по сантехнике да и вообще Вот такая вот сумочка их дофига на Алиэкспресс вот с такой вот надписью зеленой по-моему там есть 4 или 5 типа размеров, это самый большой по-моему 23 на 13 да, 23 на 13 где-то на 6 ну внутренние размеры соответственно на сантиметр будут по всем плоскостям меньше вот так ну и что у меня в него уместилось так, наверное как-то так, да, ну здесь я такую ручку пришел, ее нету в стоковом варианте так что я значит сюда запихнул смотрим, надеюсь там будет вам видно все так ну давайте начнем с ближних вам стороны здесь у нас карандашик автоматический тоже с Алиэкспресс тоже очень удобно все же не 2 мм то есть стандартные такие же там Кахинор, да много кто делает не пиковские у них там 2.2 или 2.5 не знаю вообще ну, эти вы найдете в любом магазине концтоваров у меня таких карандаши дофига наверное штук 6 я ими уже пару лет пользуюсь хорошие, надежные вполне себе карандаши так, фонарик, яркий луч перископ, который поворачивается вот, что здесь такое налеплено это как-то держатель для проводов в общем липучка велкро так, что это, зачем я это сделал потому что вот эта вот кнопочка она нифига не утоплена и она постоянно нажимается где-то в рюкзаке или в кармане таким образом, намотав два слоя сделал в прорезь и вот так вот залепил и теперь как бы уже оно не включается есть тут магнитик у этого карандаша ой, карандаша у спаде этого фонарика есть такая вот крючок клипса чтобы вешать вот, в принципе, фонарик неплохой так, здесь запасной аккумулятор для фонарика да, заряжать его здесь тоже есть USB разъем но я обычно эти аккумуляторы заряжаю в этой зарядке для такая вот ну, можно в дороге зарядить от любой зарядки или телефона или от пауэрбанка какого-то есть также гнеечка обычно металлическая что-то где-то в глубине замерить вот такая мини-рулетка по-моему, это был стайер стайер, как ни странно он недолго уже служит уже вся пооблазила механизм так и работает вот так ножик Ольфа моя любимая моделька L5 у меня их несколько штук так пассатижи Стэнли Фатмакс что купил сейчас, минуточку потому что из-за их размеров они довольно компактные и удобные и вот только когда я приобрел Стэнли Фатмакс у меня возник вопрос а за каким фигом делают вот здесь ручки толстыми просто если мы повернем то как бы вот здесь они толстые а здесь они вообще почти плоские ну то есть и эти можно было в этой плоскости делать широкими зачем их сделать толстыми здесь мне непонятно просто чтобы они больше места занимали больше весили точно так же вот эти усиления ну блин я сомневаюсь что я смогу развить такое усилие что я прям их погну то есть здесь намного да у них габаритные размеры меньше но большинство все равно как-то пассатижи они здесь более толстые эти прям такие аккуратные компактные но есть такой нюанс кто-то уже говорил на ютубе об этом в этих пассатижах губки не всегда сводятся до конца так нам понадобится листок бумаги вот то есть эти держат нормально но я их покупал именно в магазине в обычном не в интернет в магазине то есть мне была возможность посмотреть проверить кто-то снимал на ютубе что именно они не до конца сводятся и что это якобы даже в каких-то допусках так оно может быть но это как-то непрактично на мой взгляд поэтому если вы будете заказывать через интернет то имейте ввиду что вы рискуете если для вас принципиально чтобы они свелись до конца то вас может дать сюрприз вот они иногда бывают что не соприкасаются а так вообще себе удобные я не так много вижу не знаю сколько они качественные вообще made in france написано я думаю что мне их хватит надолго так а что здесь а ну естественно ключик для кранов маевского для радиаторов здесь 86 ключ от книпекса мне вообще удобнее работать обычными разводными ключами ну и не обычными нормальными производителями типа того же там милоки или бака но этот ключ все-таки более универсальный потому что там можно сказать функция тисков есть в отличие от разводного ну и габаритный размер у него в сложенном состоянии именно для транспортировки как-то получается компактнее чем у разводного поэтому как и dc инструмент да естественно он лежит в этом подсумке здесь клещи это и нвс тоже что про них сказать нормальные вполне себе обычные ничего сверхъестественного удобные а такой нюанс нижняя ручка эта обливная тут нормально сидит верхний чехол обливной он постоянно крутился съезжал пришлось туда напихать клеуретанового герметика надеть и теперь все уже ничего никуда не съезжает заодно такой пухненький стал и удобный так что требует доработки сразу с магазина покупаете естественно ступенчатый ключ для американок куда же без него ключ рожковый 10х13 самый популярный в сантехнике размеры очень легкий но нет не титановый он какой-то дешевый родственники из Германии отдали когда-то там рассыплю кучу этих ключей он вообще почти ничего не весит так здесь у меня лежит магнитик ну и так какую-то мелочевку туда можно напихать магнитик неодимовый где-то очень удобно искать саморезы с картоном теперь эта часть так тут у нас декстеровская отверточка это самая маленькая рукоятка которая есть у них в этой линейке так здесь собственно само жало так ну здесь самый ходовой размер естественно это ППХ2 с этой стороны шлиц но шлицом все-таки крутишь довольно редко а в оригинале шлиц вот такой формы будет видно там или нет то есть да крутить-то наверное удобно но чаще эти плоской стороной тут надо просто подковыривать поэтому я его так сточил переточил именно такую ковырялку вот немножко переделал так что у нас тут еще ну такой битодержатель это макитовский у него помимо магнита еще есть кольцо то есть оно получше держит чем чисто магнитные держатели держат биту и при этом габариты у него маленькие в отличие от держателей с фиксатором внешним таким так ну и здесь биты все основные там PH 1,2,3 PZ 1,2,3 ну и ходовые вот PZ2 PH2 и Torx 25 это для шпилек которые на КТР восьмерка шпильки которые с торца имеют торкс звездочку 25 это положил деволтовский молоковский чтобы они по цвету отличались ну чтобы проще и быстрее было находить ну так же шестигранники до восьмерки здесь здесь уже вот десятый начинается там двенадцатый и прочее так здесь у нас удлинитель для трещотки головки тоже это тринадцатая и десятая трещоточка сама это я то мне она очень понравилась у меня такая же есть на полдюйма это на четверть ну у нее плоская при этом очень удобная рукоятка где-то залазить и она полностью покрыта пластиком то есть не скользит в руках и руки не мерзнут если на холоде работать то есть очень на самом деле удобно и комфортно ей работать по поводу прочности ну не знаю я чего-то не крутил такого прям может быть если это машину разбирать какие-то закипевшие закоревшие заржавевшие болты то может быть она и не выдержит больших нагрузок но в сантехнике я сомневаюсь что я ее смогу сломать блин не помню 72 наверное губа ну довольно такой мелкий шаг вот трещоточка мне это ну это надо подержать в руках но мне очень она понравилась так на нее также есть еще такой адаптер это переходник с квадрата одну четвертую на хекс шестигранник одну четвертую вот то есть сюда можно вставлять биты ну это если где-то в каких-то вообще труднодоступных местах работать так ну и здесь вот этот скоп 5-16 или что был хвостовик то есть большая бита такая шлицевая но я перетащил на обычный размер на четверть но она скорее как какой-то расходник как заготовка то есть иногда бывают какие-то винты с комбинированным шлицом там ПЗ и шлиц большие где-то там ванных сифон да можно монетку какую-то обрезать но опять же вот эта бита она по сути как заготовка ее если что можно по что-то переделать просто отверткой как бы немножко удобнее крутить чем монеткой то есть ну вот такая вот мелочь ну вот в принципе и все ну видео это не столько какое-то обязательное познавательное скорее развлекательное пишите что вы носите с собой каждый день условно чтобы в вашем EDC подсумке было или есть если вы такое имеете думаю будет интересно ну а на этом все